В день знаний в Сибгувке и в Сибирском государственном училище Олимпийского резерва прошли торжественные линейки, посвященные началу учебного года. Постигать новые знания готовятся сотни студентов, а имена лучших из них сегодня известны всему миру. Студентка третьего курса Сибгувка Виталина Бацарашкина, завоевавшая две золотые медали на Олимпийских играх в Токио, бодро пожелала успехов своим сверстникам. Хотелось бы всех поздравить с Днем знаний. Всем удачи, всем терпения. Учитесь, занимайтесь спортом и все у вас получится. Ректор Сибгувка Олег Шалаев вручил Виталине Бацарашкиной высшую награду учебного заведения – почетный знак за заслуги перед Сибгувком. Руководитель вуза назвал наступивший учебный год периодом больших перспектив и предложил студентам и преподавателям умело распорядиться новыми возможностями. В этом году после длительного перерыва мы набираем бакалавров по направлению подготовки спорт. Давно уже не было у выпускников наших физкультурных вузов записи в дипломе «Тренер по виду спорта». Через четыре года у выпускников этого набора такая запись появится, и это будут специалисты, нацеленные именно на тренерскую работу. Для нас, конечно, это большой шанс усилить свои позиции по подготовке кадров для нашей родной отрасли. Ну и, конечно, это материальная база. Вы видите этот стадион, который уже год служит нашим студентам, и не только им. Мы надеемся, что в наступающем году серьезно продвинемся по реконструкции нашего учебного корпуса номер один. Ну и буквально в октябре должна начаться стройка катка вот на этой территории за Манежем. Все это, конечно, даст серьезный импульс для развития вуза в целом, ну и, конечно, для серьезной работы по подготовке наших студентов. Министр спорта региона Дмитрий Крикорьянц процитировал слова президента России Владимира Путина о том, что спорт – это не развлечение, а важное государственное дело. Пожелал студентам здоровья и настойчивости во своей незнании. Вручил удостоверение мастера спорта конькобежцу Никите Варавкину. Затем министр поздравил с началом учебного года преподавателей и первокурсников Сибирского государственного училища Олимпийского резерва. Основной позитив этого года – это, конечно, наши спортивные достижения, которые мы видели в июле, в августе и сейчас еще в сентябре на Олимпийских играх, на Паралимпийских играх. Потому что это, наверное, вот та кузница кадров, которая позволяет нам приходить потом к этому результату. Но самое главное – это формирование спортсмена не только как спортсмена, а именно как образованного, всесторонне развитого человека. Потому что здесь именно в училище Олимпийского резерва закладывается вот этот фундамент, который потом успешно еще доделывается в нашем вузе физкультурном, в нашем Сибирском государственном университете. И, наверное, это такая цепочка, которая необходима для того, чтобы действительно создать очень хорошего профессионального специалиста в нашей области. Министра спорта поддержал директор училища, заслуженный тренер России Владимир Вернер. По его словам, в новом наборе много талантливых студентов, способных пойти по стопам Виталины Бацарашкиной и Алексея Тищенко. «Надеемся, что из этой плеады ребятишек вырастут олимпийские чемпионы, как наши выпускники, которые прекрасно защищали сейчас Россию и Омскую область представляли на Олимпийских играх в Токио. Это Бацарашкин и Мартин Малютин, медалисты, вы все знаем, мы всем им гордимся. Мы сегодня видели нашего выпускника Тищенко, двукратного олимпийского чемпиона. То есть есть на что ребятам равняться, есть к чему стремиться. Ну, по рейтингу наше учреждение одно из лучших в России, потому что мы наконец-то научились сочетать и образование, и спорт достойно сочетать». Впереди большая работа, и результаты будут видны уже весной следующего года. Редактор субтитров А.Семкин